Итак, окей, я прошу, ну чем стоя, поаплодировать, прекрасно, да, облигай, добро, здравствуйте, и я начинаю представление игроков, за этим словом играет игрок номер один, господин Абрам, игрок номер два, господин Аска, игрок номер три, госпожа Клира, игрок номер четыре, господин Декан, игрок номер пять, госпожа Весель, игрок номер шесть, господин Джокер, игрок номер семь, госпожа Айрил Клин, игрок номер восемь, господин Гроссен, игрок номер девять, госпожа Немо, игрок номер десять, господин Стэн. Игорь засыпает. С этого момента правила эгрима фиа вступают в силу. За любые нарушения правила буду раздавать замечания. Прошу всех убрать руки и локти с игрового стола. Прошу всех низко опустить головы и положить руки себе на повязки. Прошу всех убрать голову со стола, с тем, кто их держит, и положить руки себе на повязки. Крестую за колода. Крестую за колода. Крестую за колода. Спасибо, как поняла. Крестую за колода. 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 Спасибо, выбор сделан. 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 Утро оказалось добро. Желаю всем хорошей, интересной игры. Победы соединяющей команде. Господин Абрам, ваша минута. Я вам хочу сказать, что я очень люблю выигрывать. Я не могу проигрывать. Но прошлую игру, в общем и целом, я не люблю такие победы. Они ничему не учат никого. И это мафия должна была выигрывать. Потому что игроки, два красных игрока определились с другим. Ну то есть, вот я баллы, наверное, за победу эту получил. Но я никакой не испытал. И здесь, в общем и целом, нет больших претензий к тем другим игрокам, которые сделали решение неправильное. Потому что по факту были основания. Но большая просьба к мирным игрокам анализировать. Смотрите, какая вещь. Когда кто-то, красный игрок, например, делает какое-то действие, оно для вас непонятно. Вот зачем он это делает, если он был бы мафией? Вот каждый раз, когда вы будете задавать себе этот вопрос, если ему не выгоден, то это игрок красный. Или же, если кто-то делает анализ такой, который вы не понимаете по столу, вот он странный, а вы его не понимаете, значит, вы этого человека или больше информации? Иван, время. Спасибо вам. Господин Астон вашим нужен. Ну, во-первых, игрок номер один. Я бы был бы рад услышать конкретно, например, это было бы понятнее. Я, в принципе, понимаю, что вы имеете в виду, но вот конкретно, во-первых. Во-вторых, речь неплохая. В предыдущей игре замечательно. Но зачем свою минуту? У нас до этого были целые 10 минут обсудить предыдущую игру. Мне не понравилась речь первого игрока. Я его считаю сереньким в тонную. Вот. Мне не понравились по просыпанию игроки 4-5. Но это ни о чем не говорит. Они поговорят, может, сейчас очень красненько так поговорят, мы резко с ними все начнем играть. Вот. Больше у меня особой информации нету. Вот мне просто интересно, например, игрок номер 7. Как вам игрок номер 1? Понравилась его речь или не понравилась? 10 секунд. Есть вообще кто-то, кто со мной согласен за счет того, что зря было это все? 9-очка со мной согласна. И у вас время. Спасибо вам, госпожа. Ваше минута. Как я уже говорила, я в первый круг вообще никаких приводов не делаю. Сразу всех предупреждаю. Цвета я не раздаю. Потому что я не люблю очень ошибаться. Мне понравилось, как поговорил игрок номер 1. И игрок номер 2, наверное, у него такая манера просто на всех наезжать. Как в первой игре. Он сразу в первом кругу начал обвинять. Это не так и это не так. И в этой то же самое. Поэтому для меня это пока не показать. Иду дальше, слушаю, смотреть. А остальные послушаю. Спасибо. Спасибо и вам. Господин Бэтмен, ваша минута. Я хочу обратиться к игроку номер 2. Вы сказали, что игрок номер 1 в свою минуту поговорил о прошлой игре. А о чем вы больше говорите? На первом месте сидит, что он может больше сказать? Что? Я вас не понимаю. Что, то, что они поговорили до этого? Ладно, неважно. Короче, у меня единица серый пока. Послушаем потом позицию. Но единица всегда серый. Но если дам цвет, то больше в красный. Двойка, естественно, у меня более в черном. Поиграю пока 1-3. Я не говорю, что вы черный и вот тошно. Все, по нолевому кругу у тебя. Серый ближе к черному. Аккуратно. Поиграю 1-3. 4. Спасибо. Спасибо, Иван. Госпожа Мерседес, ваша минута. Добрый день. И как уже по традиции чемпионат в мире не пишите. 1-2-3 пока что не вызывает подозрений лично у меня. Пока что я не считаю, что вы черните где-то. Не считаю, что игрока номер один была неуместная. Он вел себя вполне расслабленно и очень озабочен предыдущей игрой. Что говорит о том, что он не строит сложных стратегий. Если бы он был в мафии, он бы больше был бы озадачен тем, как бы нас всех провести. Поэтому его, эта меланхолия, как раз вызывает у меня довольно-таки положительные эмоции. Игрок номер 4. Что-то вот как-то на нем у меня как-то застряло. Не могу сказать точно, но что-то мне в этом не очень понравилось. Возможно, отсутствие каких-то логических обоснований. 10 секунд. Ну, а пока что это все. Спасибо. Спасибо, Иван. Господин Джокер, ваша минута. Доброе утро, город. Единичка для меня вышла по-серенькому. Потому что, да, может быть очень большой опыт, но мы послушаем его потом, а не во время игры. И двойка. Вот с двойкой я поиграю. 4-7 я не играю на данном кругу по просыпанию. Это мое личное мнение. И троечка не сказала ничего, поэтому я могу сказать серенько. Ничего не сказано. А 5 я послушаю на следующем кругу. И все, как бы на этом пришла пятерка. Я сказал, что я послушаю на следующем кругу. Не хочу ничего, не могу ничего сказать сейчас. И все, я хочу пожелать победы мирному городу. Мы все стараемся для этого. Все, спасибо. Спасибо, Иван. Госпожа Айрештюм, ваша минута. 4-7 ты не играешь, я еще слова не сказала. Вы. Вы, извините. Очень плохо. Один больше красный. Асту я читаю, но не знаю, думаю, у тебя сегодня будет печалька за этой игрой. Посмотрим дальше. Я даю двойку на проверку. Двойку на проверку. Кто у тебя 6? У меня тоже получается так. Ну, сейчас посмотрим. Вместе с шестеркой, я думаю, я думаю, что здесь 2 мафии. Ну, больше как бы 3-6 у меня ложится уже 2 мафии, которые выходят за столом. Те, кто поговорили до меня. Я склонна верить Госпожа Айрештюм, что она красная. Вот. Ну, она еще ни разу не была мафии, не знает, как она тебя ведет мафиозно. Пятерочка. И у вас время. Спасибо вам. Господин Горзен, ваша минута. Окей, я начну сразу сначала с себя, чтобы меня не вынесли в первое голосование. Черная футболка, серая шапка, но карту я вытянул красную. Я красный игрок за этим столом. Мне из-за этого сразу намного легче играть. Теперь по поводу игроков, которые поговорили до меня. Меня, скажем так, спасибо Сэнсэя. Спасибо, это острое замечание. Сэнсэя, благодарю Сэнсэя, но хотел бы послушать это после игры, потому что, правда, интересно. Цвета никому не дам, могу сказать только, что меня зацепила речь пятерки. Для меня она была не очень убедительна. Мне очень не понравилось, что она начала топить четверку, потому что, в принципе, не сильно отличались речи от 2, 3, 4. Речь 6, фраза мы все за этим столом стараются для этого. Да нет, не все, мафии не стараются. Десять секунд. Вот, речь о шестерке мне тоже не очень понравилась. Остальные будут слушать. Первый круг мы никого не оставляем. Спасибо. Спасибо, Иванка. Госпожа Мэма, ваша минута. Доброе утро, Город. Я сейчас мирный житель, и я думала вот так. Я сейчас мафия ночью просыпавшаяся. Есть лица, которая меня немножко напрягает, и со мной играет в параллельных командах. Кто здесь напрягается? Напрягается игрока номер один, игрока номер пять. Я объясняю, игрока номер один на самом деле по барабану, я понимаю. Но чем он напрягается? Как сделать так, чтобы это напряжение никто не увидел? Можно рассказать историю грустно, тогда и понятно, почему вообще я грустный. Поэтому игрушка мне не понравилась. Именно грустная речь на месте игрока номер один. Окей? Я объясняю. Нет, может быть, вы красный. Я просто говорю, что свое мнение объясняют игрока номер два. Два вполне нормально сказал, что ли зитное место говорить. Нет, это местно, нормально. Речь все была отличная, никаких претензий нет. Я просто объясняю в своем мнении. Тройка ничего не пoutил играет по-другому, пятерка играет по-другому. Четверка — посмотрим. Восьмерка играет по-другому. Мои красные — это восьмерка. И мне что-то очень нравится семерка. Вот 8-7 поиграю, а 6 поплыл, 5 поплыл, 10 и не слышала. Вот моя команда присоединяйтесь смирно и будем выигрывать. Спасибо. Спасибо и вам. Господин Сэм, ваша минута. Мне очень понравилась речь игрока номер 9, особенно та часть по поводу грустного интродакшн, когда играет человек первым. Поэтому я понимаю, почему вы были анекдотом вначале. Ладно, первый, первый трех действительно лекция, очень хорошо, ну не знаю, наверное, что-то я действительно уже заполнял паузу. Окей, нет, это здорово. Двоечка осуждает, тройка играет, четверка просто всю свою речь посвятил Асте и при этом играет с тройкой. 5 не играю, 6 плохо, 7 играю, 8 по ощущениям светло, 9 светло. Спасибо. Спасибо и вам. Никто не вывозь, город засыпает. Продолжение следует. Продолжение следует. «Проступает». «Дон» получает мой ответ, «дос» засыпает. Просыпается Шериф игры, ищет свадьбу, 10 секунд Шерифа. Шериф молчает в борьбе, Шериф свадьбу. Добрый утро город. Утро оказалось добрым для всех, кроме игрока, номером 2. Господин Аста вас убили. Ваша прощательная минута у вас справа на лучший ход. Информации не так много, но 7, 8, 9, 10 играют вместе, 5, 6 плосо, особенно 6. Шестерку я надеюсь, что проверили черным, если не проверили, если не будет скрываться детективы, то можно его сейчас вынести, я считаю, что он очень плосо говорил. Единицы непонятно, тройка непонятно, четверки, шестерка, ну так, сказал, что не играют, так что это несколько краснячь четверку. Это если я прав, я могу вообще все ошибаться. С другой стороны, 7, 8, 9, 10, тут слишком длинный паровозик. Кто-то там замазан. Вопрос кто? Ну, видимо, не семерка. Я бы искал между 8, 9, 10, осторожно искал бы мафию и начинал вот, то есть 6, 5. И на этот секунд право на лучший ход. 6, 5, ну допустим, 10. Спасибо. Правда, аплодисментарь, Игорь Михайлович, госпожа. Госпожа Лена, ваша шестерка. Ну да, двойка, шестерка, это было противостояние, двойка у нас красная, значит, подозрение падает на шестерку. В шестерке я ничего не хотела говорить про пятерку, то есть я для него ничего не сказала, а пятерку мы просто потом послушаем, да? Ну, то есть я тоже, я выставляю номер 6. Сделать это корректно? Так, ну, пятерки я бы тоже присмотрелась больше, у меня никаких подозрений нет, честно говоря. Буду слушать дальше и прислушиваться к мнению игроков. Спасибо. Спасибо, Иван. Господин Бэтмен, ваша минута? Ну, у меня двойка на нальвом круге был ближе к черную, естественно, сейчас красный Эллинкен ушел на Эльдум. Можно, конечно, играть по завещаниям двойки, высовет шестерку, плохо поговорил, все такое, но у меня пятерка подозрительная, из-за того, что там на меня и для всех она наплавала, и меня еще там что-то говорила, я выставил позиции по игрокам 1, 2, 3, и, типа, я был, я мог сказать про себя, что я серый ближе к красному, а для вас я черный или серый? Ну, хорошо. Еще мне не понравился игрок номер 7. Объясню. Вы на своей речи сказали шерифу проверить игрока номер... Вот я очень советую вам послушать игрока номер 7, даже если она мафия, потому что реально я на этом чемпионате еще ни разу не была мафией. И вот товарищ тоже со мной играл и тоже может это подтвердить. Хоть как. Если вам не нравится то, что я чуть-чуть сбавила оборота, я могу опять начать наезжать, чтобы вам было уютно. Значит так, четверка я не считаю тебя пока что чем-то конкретным, потому что еще ничего такого конкретного ты не сделал. Десятка мне очень не нравится то, что вы наехали на меня почему-то, хотя я еще не успела ничего такого сказать. Девятка почему-то тоже так скоропалительно записала меня в мафию или там в серый, я не знаю, даже как бы какие-то против меня какие-то, то что я плаваю, не плаваю. Считаю, что это все тоже не обоснованно. Десять секунд. Вот, пока что у меня нет конкретного выставления, но мне очень подозрительно 9 и 10, и семерку я подумаю. И у вас время. Спасибо вам, господин Джокер, ваша минута. Доброе утро город. Я шериф этого города, поэтому очень молодцы, что вы меня выставили, это очень плохо. И четверочка поддержала это выставление своими словами. Семерка проверенный красный игрок, поэтому я выставляю... Значит, смотри, семерка проверяет двойка, для семерки черный. Значит, он ушел, если он уходит сейчас и выстреляет, он красный, а она черная. Она красная. Значит, выставляю игрока номер 4. Четыре? Четыре принято. Сейчас за вами. Я хочу посмотреть, кто еще у нас шериф этого города. Я очень-очень хочу послушать, кто будет дальше. И мы... Десять секунд. Спасибо. Спасибо вам, госпожа Айлиш. Три минуты. Окей, выставляю игрока номер три на голосование. Принято. Это раз. Я попросила проверить двойку, я его обычно читаю, он как бы мне не смотрел в глаза, потом посмотрел. Он обычно, когда мне смотришь сразу в глаза, он всегда красный. Я не считала, что он черный. Это раз. Насчет шерифов, да, шестерка мне промайковала, что я красная проверка, но я видела еще один маяк другого шерифа. Я хочу, чтобы поговорили сейчас еще игроки. И если сейчас скроется второй шериф, мы будем думать, кто из них шериф. Что? Ты шериф? Ты шериф? И кто у тебя проверка? Два. У тебя красный. У тебя красный игрок двойка. И ты проверил его? Окей. Четверка у нас выставлена? И шестерка выставлена, да? И он шериф. Десять секунд. Вот. Я видела маяк единички, он тоже шериф. Он промайковал восьмерки, что у него тоже проверка нормальная красная. У вас два шерифа. Спасибо вам, господин Гардзен. Ваша минута. У нас три шерифа за столом. Это просто какая-то гавань бояков. Так, а ведущий, можете огласить, кто выставлен? Да, игроки шесть, семь, четыре, три. Шесть, семь, четыре, три. А почему группы не выставлен? Давайте. Да? Выставить одного первого. Чтобы были выставлены все детективы. Как думаешь, выставить первого, чтобы были выставлены все детективы? Ты так думаешь? Выставить первого? Кто считает, что нужно выставить первого? Давайте так, раз, два. Я выставляю игрока номер пять. Пять принято. И я посмотрю дальше, против кого голосовать. Потому что шестерку я, на самом деле, пока не считаю детективом. Четверку тем более. А пятерку я просто считаю мафию еще предыдущим кругом. Ездите вам? Потому что статистика, это полная, твоя теория противоречит статистике. Это полная ерунда. И у вас время. Спасибо. Спасибо и вам. Госпожа мема ваша группа. Игрок номер восемь. Вот если вы мирный житель, вы не можете говорить может быть потенциального шерифа, ваша теория полная ерунда. Я объясняю почему. Я поняла сразу, что только шериф может быть. Почему? Потому что он говорит, госпожа номер семь, который вообще не помнит кого, чем где делали. Госпожа номер семь, вы просите проверить двойку. Ну какая фигня, я проверил двойку, нашел ее красную. Зачем вы просите? Поэтому семерочек я уже не играю. Потенциально может быть черный игрок, правильно? Вы потенциально у меня красный игрок. Четерочка может быть шерифом, шестерочка, ну тоже может быть шерифом. Значит, что даже единичка может быть шерифом. Все могут быть. Давайте их оставим в покое. Хорошо? Пусть единичка или прикрывает, или с нами черной играет. Пусть он что хочет. Мы разберемся. Правильно? Мы не доверяем, что я разберусь. Вы знаете, что я с вами играла? Я в самой прошлой команде играла. Вот я от семерочки отказываю. Сните, игруку навесли. Потому что вы идете против четверки, понимаете, потенциально Магей, а четверку может быть и так и так. В общем, ребят, смотрите, остальные игрока номер десять. Десять принято. Все, что я сказала, очень понравилось, что он, когда был в Мирме, идет со мной, чтобы поиграл. А тут он сразу поиграл. Я так весел. И у вас время. Спасибо вам. Госпожа Айлиш Крем, вы получили устное замечание за шевеление губами слэш шопок. Пожалуйста, это вы лично делайте. Да, вы устное замечание, вы получили, больше так делать, иначе будут письменные замечания, господин Семенов. Так, я буду сконструктивно по столу. Как говорят обычно, у нас аста любопытно. У нас есть, если придерживаться теории о том, что четверка шериф, тогда семерка мафия, девятка играет в коалиции с четверкой. Предположим, шестерка шериф, тогда семерка светлая. Кто еще? Пять. Вот на счетах восьми, скажи, пожалуйста. Пятерку будешь смотреть? Хорошо. Мне пятерка эмоционально очень не нравится всю игру. Всю игру мне не нравится. Это не было никакого объяснения, извините. Я ничего не услышал. То есть начинать разговор с того, что мне весь чемпионат не приходит. Какая-то капла, абсолютно не о чем. Ну честно, извините. Окей, я честно, у меня сейчас пошло. Десять секунд. Плывут все эти схемы. Честно, это просто замечание. Извините. Все выставлены, спасибо. Спасибо вам. Господин Рамбрамин, это ваш. Давайте поговорим урок номер шесть. Блин, откатывать от шерифа будете? Я спросил, вы будете откатывать от шерифа? Вы точно будете? Вы точно шериф, да? Вставляю игрока номер шесть. Выставляю? Игров номер четыре не шериф. У меня есть два черных игрока. Это четыре шесть. У меня проверка. Восемь красная. Считай семерку красным игроком. Девятка не играет семерка. Меня это не устраивает. Девятка очень сильно подозреваю. Имея основание считать черную команду четыре шесть девять. Не буду голосовать. Такой играет трех шерифов. Ну, условно, обычно голосует шериф. Ну, так правильно играть. Это и громкоanta. Шерифа должно уходить по очереди. Вот поэтому сейчас должны идти игрок номер шесть. Basically, ahora должно идти игрок номер шесть. Понятно? Я всем говорю. Всем понятно? Сейчас должен идти игрок номер шесть. Голосуется просто шерифу по очереди. Следующим после него уйду я. И игрок номер четыре. Тому, кому вы будете больше доверять. Понятно? По факту. Я играю игрок номер девять. У вас восемь красный. У вас восемь красный игрок? У вас двадцатьевый восьмый восьмый красный игрок? Ну давайте мы доверимся игрок — десять. И у вас время! Спасибо вам! Дамы и господа, мы приходим к голосованию. Я прошу всех убрать руки и локти с игрового стола. Прошу всех убрать руки и локти с игрового стола. Высланы игроки. 6, 7, 4, 3, 5, 10. Еще раз порядок. 6, 7, 4, 3, 5, 10. Господин Джокер. Я прошу вас ничего не показывать, значит это будет фол. Скажу вам, а то же самое. Внимание! Кто голосует против игрока номер 6? Прошу голосовать. Спасибо. Подождите, держите руки. А что бы с ним устроить? Чего 6 не голосовать? Спасибо. Господин Англанд, это первый фол. Мы продолжаем голосование. Кто голосует против игрока номер 7? Прошу голосовать. Спасибо. Один голос. Кто голосует против игрока номер 4? Прошу голосовать. Спасибо. Один голос. Таким образом покидает стол игрок номер 6, так как проголосовали 6 игроков. Это против, ну, 4 голоса из 6. В общем, вы уходите. Господин Джокер, ваше минута. Почему? Почему? 4 на 4? Госпожа Мэма, это... Я голосовала за 10. Мэма, это... Первый, второй фол. Господин Сэм, у вас первый фол. Господин Джокер, ваша последняя минута. Аста, вы молчите. Ну, стол, вы сделали очень плохой выбор. Один, четыре, черные. И четверка, и единица. Четверка, почему ты не проголосовал в меня? Потому что надо же себя как-нибудь окраснить. Плохо он играет. Ты, конечно, возмущен. Твоя же мафия не голосует в меня. Секунду, я поговорю, потом на своем кругу поговоришь. Ты черный, и ты черный. С ними красная проверка. Вариант. Но я склоняю, что, скорее всего, вот здесь вот сидит еще одна мафия. Я говорю, что играть только с семеркой. Семерка проверенный красный игрок. Я шериф этого города. Поэтому удачи. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста, проводите адвокатами. Возьмите ключ в мэме. Быстро, пожалуйста. Я прошу никому сейчас ничего не говорить. Не показывать эмоции. Игорь засыпает. Прошу всех. Без предупредлений, один в повязке. Все будут руки на повязке и опускать вниз в голову. Мафия заходит на опоку. И проходит. Мина игрока. Номер один. Номер два. Номер три. Номер четыре. Номер пять. Номер шесть. Номер семь. Номер восемь. Номер девять. Номер десять. Мафия сделала свое дело. Мафия удаляется. Посыпается дом игры. Ищет черрифа. У вас ровно десять секунд. Дом получает в ответ. Дом высыпается. Посыпается черриф игры. Ищет мафия. Десять секунд черрифа. Черрифа засыпает. Добрый утро город. Утро оказалось добрым для всех. Кроме игрока под номером восемь. Господин Горзен. Вас убили. Вас прощает на имуе. Считаю, что четверка. Черт. Что? Хочешь, чтобы я дубик тихил? Вы все понимаете? Окей. Четыре. Четыре семь. Для меня черная команда. Шестерка тоже шел по-черному. Потому что ты с ней жестикулируешь. Даже когда тебе говорят, что уже не жестикулировали. Перед тем, как мы засыпаем. Для меня это одна команда. Четыре семь. Я, может быть, жестового не понимаю. Что ты хочешь сказать? Ты детектив? А, ты не детектив уже. Десять секунд. Короче, четыре семь должны выноситься игроками, либо проверяться ночью. Все, спасибо. Спасибо вам. Порожай аплодисменты. Игрок номер восемь. Господин Бекман, ваша минута. Вот. Я красный игрок. Я хотел прикрыть шерифа настоящего, игрока номер один. И его... Остреливается игрок номер восемь. Вы повели игрока номер восемь. До этого. До этого провели игрока номер восемь. Красная проверка. Отстреливается. Настоящий фериф. Спасибо. Ой. Устан, замечание. Можете продолжать говорить, если не закончили свою речь. Для меня у вас десятая красная. Значит, мафия шесть, семь. Мафия шесть, девять с нами в команде. Девять. Девять. Кто вас шеет? Шеет. Это не пол. Это третий пол. Вы спускаете свою речь. На этом году. Спасибо. Спасибо. Мы справа рассадим с вашим. Десятка. Я верю, что ты красный. Пожалуйста, не делай ошибку, которая была у нас в прошлой игре. У меня очень, честно говоря, упадок сил. Девятка мне очень не нравится своей тем, что она как-то... Как-то она не так играет и не то говорит. И слишком как-то активно. И все не в минусе. Я верю, что игрок номер один настоящий шериф. И я считаю, что восьмерка как-то очень подозрительно ушла. Да, но он меня выставил. Он сначала говорил, те, те, те мне не нравятся, но я выставляю пятерку. Про меня он вообще ничего не говорил. Вдруг пятерка ему приспичила меня выставить. Не знаю. Странно. Может, я ошибаюсь, может, это случайно, может, это человеческий фактор, но мне это не очень понравилось. Есть секунд. Не могу сказать. Я выставляю игрока номер девять на голосование. Девять принято. И у вас время. Спасибо вам. Госпожа Айлешкин, ваша минута. Она сможет выставить девятка? Нет? Даже выставить не смогу? Окей. Я прошу выставить пятерку, потому что девятка на нее вообще не гонит. И она выставляет девятку. Зачем? Она на тебя не гонит. Она сказала, что мафия это один, четыре и десять. Она это сидит уже показывает пять минут. Жест она зачитать. Вставляю игрока номер один. Ты же хотел, чтобы все шерифы уходили. Один примерно. Шестерка ушла, сейчас твоя очередь. С четверкой мы разберемся. Он сказал на тебя не по шерифу. Он сказал на тебя не по шерифу. Ты уйдешь по-любому. Не было зачем на себя брать шерифа. Для меня ушел настоящий шериф. Это игрок номер шесть. Я у него красная проверка. Для меня это нормально. Сейчас уходит единичка за ней. Шестерка мы с ним разберемся. Четверка, извините. С четверкой разберемся. Ты же сказал, у тебя двойка был красный. А у тебя черный. Десять секунд. Десятки, я не знаю, ли он черный. Посмотрим. С мемой я играю, пока он дальше будет. Тут уже как бы шерифа для меня не будет. И вас время. Спасибо. Жена пропускает свое слово на этом кругу. Господин Сэмин. Я очень быстро игроку номер пять. Я еще раз говорю, эмоционально просто вначале плохо разговариваете. Плохо разговариваете. Не надо обвинять восьмерку. Восьмерка ушла хорошим светлым игроком. Я выставляю игрока номер семь. Семь принято. Я вижу коалицию, которая была. Это семь, шесть и возможно четыре, а может быть девять. Спасибо. Спасибо и вам, господин Абрамин, это ваша. Кто выставляет, господин ведущий. Игроки девять, один их семь. Девять, семь, семь. Значит так, я на эту группу пятерку выставлять не буду. Голосоваться пятерка не будет. Вот, читаю пятерку игроком красным. Вот, сейчас входит игрок номер семь. Это я на тот круг говорил, что уходят три шерифа. Мне ж надо было, чтобы я остался точным. Вот. А вы сейчас игроки девять и семь любят в игрока номер пять. Я считаю, что черная команда, на этот... Черная команда игроки шесть, семь, девять, тройку нет. Тройку голосовать тоже пока не буду. Потому что считаю красным игроком номер три внимательно послушать. Для того, чтобы игра продолжилась. Мне нужно еще одна проверка. Одна. Сейчас входит игрок номер семь. Вы голосуете в игрока номер семь вместе со мной. Я делаю проверку. Я убеждаю, что пятерка красный игрок игрок... Мэма, это сейчас будет четвертый фолл. Аэреш Крым. Спасибо. Спасибо и вам. Нельзя шептать. Не шепчите, пожалуйста. Игрок номер три, минута ваша. Госпожа Лера. Все очень печально. Я не доверяю ни игроку номер семь, ни игроку номер девять. Игроку номер один я доверяю. Игроку номер четыре не доверяю. Игроку номер пять доверяю. С кем играть? Если я доверяю игроку номер один, значит я играю с игроком номер десять, потому что это красная проверка. И я играю с игроком номер пять, которому я доверяю. Мэма, спокойнее, пожалуйста. Выступает игрок номер 3, никто ничего не показывает. Я могу ошибаться, я могу олинить, все возможно. Я бы выносила четверку, но я играю с городом. Значит, сейчас что, семерку? Хорошо, значит, выносим семерку, спасибо. Спасибо и вам. Дамы и господа, мы переходим к голосованию. Сейчас за любую жестикуляцию я буду ставить замечания. Выставлены игроки 9, 1 и 7. Еще раз в порядке, 9, 1 и 7. Внимание, кто голосует против игрока номер 9? Прошу, голосовать. Спасибо, 0 голосу. Кто голосует против игрока номер 1? Голосовать. Спасибо, 2 голоса. Я объявляю победу Майфи. У вас 3 в 3, вы что слепые? Вы 2 слепые, у вас 3 в 3, я показываю, 3 в 3. Он говорит, все комиссары уходят. Че он сидит? Да, он забрал, все комиссары уходят. Он 8, думайте, проверял на 8, он проверял на шерифство, это понятно было. Я вам клянусь, 3 в 3 показываю, 3 в 3 показываю, думать надо. 3 в 3 показываю, 3 в 3. Но нормально, все хорошо. Не нормально, 3 в 3 показываю, нельзя оставлять. Я не уверен, у него есть, так нельзя. 3 в 3. 3 в 3 было. Все ошиблось. Нельзя ошибаться, нельзя. Тебе, 3 в 3. 3 в 3. 3 в 3. С кем я была черная? С кем она была черная? С кем она была черная? С кем она была черная? Семерка, девято. Семерка, девято. Я тебе покажу все окрестно, он стал учить шерифу. Он сказал мне шерифы уходят, что такое? Этот взял на себя шерифа, этот взял на себя шерифа, понятно, что он мафия, этот сказал себе шерифы уходят, что такое? Он не хочет уходить, ведь он не хочет уходить, этот говорит, я не шериф, обосрался, ну и что же я на тебя наезжала? Я на тебя наезжала на первом кругу, я на тебя на втором кругу не наехала, я не наехала на это вот, тебе девятка на тебя не наезжала, конечно, он сказал, что я красная проверка. Он на тебя наехала, я очень расстраиваюсь, баланс, я просто на меня наехала. Один что сказал? Убивать всех, велика. Он сказал, что мы сейчас стреляем, а что он стреляет? Девечка, я делала четверку, это единственное, что мне застает. Девят, я делала четверку, я не одна была, вот этого я не чувствовала, не себя чувствовала, здесь баланс, баланс, не важно такой повод, баланс. Какой баланс? Ну забрала как восемь, дурак, все баланс. Хорошо, вообще, ты не стала четверка, я готова была четверка, надо было, надо, я не могу с удовольствием, ты не доверяешься. Все с удовольствием, все согласны, я все согласна. Я не могу, что это... Она сидит, она тебя вообще не обвиняет, а ты ее достанешь? Она тебя слезла, она тебя слезла, я это очень обвиняю. Один, четыре, десять, показывай, показывай. Десять, вы видели, как поиграл, жестко, он не так в жизни так поиграл. Да он со мной меня тоже наезжал, и прошлую игру он на меня наезжал. В этом проблема, мы с вами никогда не играли. Трудно, мы единственные игроки. Важно с кем играть, надо чувствовать, это не любовь, это баланс. Я на тебя наехала, наверное, в семейный парад, для тебя импоман. Пожалуйста, не пейся. Нет, ты на меня время наезжала, поэтому ты у меня... Я не наезжала. Тебя я не могла понять. У меня уже весь ужас, это игрока номер восемь тогда с прошлой игры, и вот сейчас вот это вот, и того, что произошло, мы вместе вливаем. Это все очень быстро. Это произошло, все очень быстро. Вот тебе баланс, одну выиграли, одну проиграли. Хорошо, это нельзя так делать, я не могу. Это просто было три в три, нельзя вставлять. Три в три вообще не годит, это критика. А как надо было делать, надо было уходить в первом уровне? Он сказал, все шерифы уходят, значит все шерифы уходят. Все, баланс, баланс. Все шерифы уходят. Вообще, при чем тут я красная профессия? Как можно у меня голосовать? Ребята, ваша следующая игра будет уже не здесь, но скорее всего. Там будет опять перетасовка, и опять будет, ну, короче, лотерея, кто мне играет. Да, спускаться там, и Минфы, и Наташа, они там, короче, решают, кто мне играет. Принимается, решает. Абрам, мне понравилось. Это была оригинальная треща ритма. И главное, четверка, вот не слезай, посмотрите. Я не знаю, что я могу даже не скрывать. Кто заскрылся? У меня столько аргументов, что я чинил. Вот, и доказал.